О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. Накалённый Ближний Восток в Израиле не утихают столкновения израильских военных и палестинцев, как силовики сдерживают протесты. Восемь водовозов во Львове из-за аварии. Около сотни улиц остались без воды. Почему трубы отремонтировать не могут? Махинация с квадратными метрами. Какие аферы проворачивают квартирные мошенники и как не лишиться собственного жилья? Откуда пассажёр в Германии запустили программу, которая по интонации определит, из какой страны на самом деле беженцы, как это работает? Украинская армия не обстреливала Донецкую фильтровальную станцию фосфорными боеприпасами. Обвинения боевиков опровергли в миссии ОБСЕ. Более того, камеры наблюдателей зафиксировали, что огонь открыли как раз с неподконтрольной Киеву территории. Сегодня провокации противника продолжались. Наш военкор Ирина Баглай расскажет подробности. С позиции украинских военных на горизонте видно Донецкую фильтровальную станцию. Она обеспечивает воду не только подконтрольную Украине Авдеевку и соседние села, но и оккупированный Донецк. Станция расположена в серой зоне, и боевики не раз использовали её для провокаций. На днях для информационной. Это видео опубликовали боевики. На кадрах, по их словам, фосфорные мины, разрывающиеся в районе фильтровальной станции. Выложив видео, наёмники традиционно обвинили в обстреле украинскую армию. Но вот камера ОБСЕ зафиксировала в это же время огонь с оккупированной территории, с востока. Обвинения боевиков международные наблюдатели не подтвердили. Выходы со стороны противника фиксируют и наши военные. 120-й точно работал громко. Откуда это? Ну, со стороны где-то господарки, примерно оттуда. Мы не видели, но по звуку где-то в тот район. Село, которое в поле зрения украинских военных, это крутая балка, поблизости от ДФС. Боевики оттуда давно вытеснили местных жителей. В селе гражданских нема. Гражданские вот через трассу. Они все под домами, там, в блиндажах. У них оборудованы инженерные позиции. Ну, в домах очень мало позиций. Это там временные позиции дома. Они оттуда отработали и ушли сразу. Все село наемники изрыли своими окопами и превращают его в настоящий укрепрайон. Вырыто с получения инженерной, да, сама естиновато. Это достаточная дистанция. На движение на открытой местности боевики реагируют молниеносно, открывают стрельбу. Поэтому в относительной безопасности себя можно чувствовать вот только в таких окопах. Военные с нуля вырыли в полный рост. Но, несмотря на такие подавляющие обстрелы, военные не раз уже фиксировали, как боевики провокационно открывали огонь из района фильтровальной станции. Огонь ведется. То есть соседи, рядышком с ДФСом находятся в позиции противника. Артиллерия противника из-за рынка господарка. То есть за ней, с нашего направления, из-за ней. Постоянно идут выходы артиллерийских орудий. То есть крупная, крупная, 120, ну и крупнее. О том, что боевики окопались и оборудовали огневые точки на бывшем рынке господарочка поблизости от ДФС, свидетельствуют и фото, выложенные журналистом из Ордло. Так находиться нельзя. Во время последнего такого обстрела один военнослужащий погиб от пули вражеского снайпера. По данным разведки, на этот участок фронта российские военные завели несколько хорошо подготовленных групп стрелков. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Евгений Малярчук. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Большой тайник с боеприпасами обнаружили пограничники в Донецкой области. Это снаряды к разным видам оружия. А именно, 27 зарядов к гранатомету и 2 реактивные противотанковые гранаты. Госпогранслужбы заявили, что судя по маркировке, они сделаны в России. Кто и для чего спрятал оружие, сейчас выясняют следователи. Возле Львова подорвали автобус польских туристов. Сработало самодельное взрывное устройство. В этот момент автобус находился на стоянке у отеля и людей в нем не было. Министр иностранных дел Павел Климкин уже назвал это спланированной провокацией, цель которой сорвать визит президента Польши в Украину. Андрей Дуда, напомню, посетит Харьков 13 декабря, обсудит с президентом Петром Порошенко ситуацию на востоке Украины. Эксперты считают, встреча поможет снять дипломатическое напряжение, которое возникло между странами в последнее время. Ракетные удары по Израилю и бомбардировки в ответ. Ситуация на Ближнем Востоке накаляется с каждым днем. Палестинцы не прекращают массовых протестов, а некоторые арабские страны грозят войной. Президент Турции Эрдоган вообще назвал Израиль террористическим государством. И все из-за решения Дональда Трампа признать Иерусалим израильской столицей. Сергей Ослендер выяснял, к чему это может привести. Как и ожидалось, сразу после заявления Трампа о признании Иерусалима столицей еврейского государства, по палестинским территориям прокатилась волна насилия. Южный израильский город Сдерот обстрелен ракетами из сектора газа. Один из снарядов угодил в детский сад, но по счастью дело было вечером и никто не пострадал. На западном берегу толпы погромщиков забрасывали военных камнями. В ответ солдаты применили резиновые пули и слезоточивый газ. Около тысячи пострадавших есть убитые. Речь Трампа вызвала бурю возмущения во всем мире, особенно в его мусульманской части. Массовые протесты идут во многих крупных городах от Вашингтона до Бейрута. ООН непрерывно обсуждает ситуацию, но что с ней делать, пока никто ясно не представляет. Европейские посланники один за другим выступают с заявлениями против признания, но пока, собственно, с заявлениями дело и ограничивается. Мы не согласны с решением США признать Иерусалим столицей Израиля и начать подготовку к переводу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Это не соответствует резолюциям Совета безопасности, и это бесполезно с точки зрения перспектив мира в регионе. Статус Иерусалима должен определяться путем переговоров между израильтянами и палестинцами. Малайзия заявила, что готова отправить армию для защиты Иерусалима, но как это сделать технически в Куала-Лумпуре, разумеется, не уточнили. Декларацию американского президента осудила даже весьма далекая от ближневосточных дел Северная Корея. В заявлении, которое распространило пхеньянское телевидение, Трампа назвали сумасшедшим. Ситуация, конечно, наколена до предела, но пока израильским службам безопасности удается удерживать ее под контролем. В армии объявлено состояние повышенной боеготовности. В Иерусалим введены дополнительные силы полиции и военных. И вот буквально несколько часов назад в городе произошел теракт. Араб с ножом напал на охранника центральной автобусной станции, тяжело ранил его. Сам нападавший ответным огнем был ранен, потом задержан, а охранник доставлен в больницу в критическом состоянии. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. Великобританию и Францию замело. В Соединенном Королевстве больше всего пострадал Уэльс. Там выпало почти 30 сантиметров снега. Из-за непогоды общественный транспорт работает с перебоями. Отменены некоторые авиарейсы. Синоптики не обнадеживают. В ближайшее время осадки не прекратятся. Да еще и похолодает до минус 14. Во Франции больше всего снега на Милу влили. Осадки там сопровождаются шквальным ветром. В порту Кале из-за шторма сел на мель паром. На борту было 316 пассажиров. Никто не пострадал. В Украине погода тоже не радует. В двух регионах перебои с электричеством. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Сильный дождь и снега ставили без света почти 90 населенных пунктов. Во Львовской и Закарпатской областях. Сейчас подачу электроэнергии восстанавливают. Был дом твой, а стал мой. В Украине резко возросло количество афер на рынке недвижимости. Киевская полиция задержала банду из 10 человек. Всего за два года мошенники продали 35 чужих квартир. Какие схемы используют преступники и как себя от них защитить, расскажут наши корреспонденты. К выбору недвижимости аферисты подходили тщательно. Долго изучали ее историю, отбирали лишь те квартиры, в которых никто не живет. Либо хозяева умерли, или уехали за границу. Сейчас преступники задержаны. Надающие подробный документ до нотариуса, они здействовали регистрацию права властности на квартиру. После чего здействовали фиктивную угоду между собой, между членами злочинной группы. И в подальшем продавали ее добросовестному набывачеве. Но другие мошенники продолжают действовать. Людмила Бернацкая проживает в частном доме на Овруцкой. Более 40 лет. Вырастила здесь двоих дочерей. А летом этого года аферисты едва не выбросили женщину на улицу. Я варила варенье. Вдруг слышу резкий стук в дверь. И двери начали выламываться. На основании поддельного акта о реализации имущества с торгов, мошенническим путем, было переоформлено в государственном реестре права собственности на недвижимое имущество на землю. За неизвестным нам человеком, который родом из Сумы. После этого женщина оказалась на больничной койке. Огромный такой амбал меня взял за руки и начал тащить. Я начала кричать. Они закрыли мне рот и вытолкали за территорию всего этого здания. Да, инфаркт. Вот я получила инфаркт. Все аферисты используют одну и ту же схему. В 2009 году в Украине был введен электронный реестр прав собственности на недвижимость. Но в БТИ не спешили вносить туда информацию. В результате часть, приобретенной до 2009 года недвижимости, в базу попросту не попала. Вот мошенники и заполняют реестр поддельными документами. Особенно много таких случаев в столице. Киевская БТИ максимально оттягивала срок подключения к этому реестру, потому что не хотела терять свое монопольное право на информацию о праве на недвижимость и праве регистрировать ее в своих книгах. Опытные нотариусы могут даже интуитивно распознать фальшивые документы. Но иногда это не под силу даже им. Специалисты советуют, если вы не хотите проснуться однажды утром и узнать, что ваша квартира продана, то лучше обратитесь к нотариусу и проверьте данные в реестре недвижимости. Юлия Жешко, Инна Золотухина, Павел Лысенко. Подробности – телеканал «Интер». С вещами на выход из общежития Института права Министерства юстиции снова пытаются выселить 10 семи переселенцев. По официальной версии, людям предоставляли жилье временно и теперь выгоняют на улицу якобы из-за долгов за коммуналку. Сами переселенцы утверждают и платили бы, но администрация выставляет счета по промышленному тарифу. К тому же, говорят, решение суда, которое позволяло бы выселить людей, нет. Критичная точка точно завтра с часу до трех, или вернее с 12 до трех. Вот это критичная точка. Они сказали, что завтра всех тех, кто не подпишет договора, будут на улице. И по барабану. Кто там? Инвалиды, многодетные семьи, просто начхать всем. Все, что мы вот оспаривали в судах, и суды, в общем-то, на нашей стороне, что мы не должны им платить по коммерческим расценкам. А они нам предлагают там как условия задним числом признать, что все это время мы должны были им платить. Пожарная безопасность превыше всего в Кировоградской области. Служба по чрезвычайным ситуациям обращается в суды с требованием закрыть школы и детские сады, в которых систематически нарушают противопожарные нормы. Таких исков подано уже два десятка. Почему чиновники закрывают глаза на эти нарушения и опечатают ли учебные заведения? Подробности в нашем сюжете. Закрытие печатать из-за грубейших нарушений противопожарных норм. С таким требованием в Кировоградский окружной суд обратились местные спасатели. Заявления касаются двух школ и детского сада. Нет противопожарной сигнализации, не хватает десятка огнетушителей и неработающих гидранты. Такая ситуация в четвертой школе Кропивницкого. Он потребует на сегодня ремонтных работ. Старые, очень снижены труб, старые трубы, и поэтому нужно их просто оконавливать. Директор оправдывается, в таком состоянии школу приняла от предыдущего руководителя. Работает здесь лишь с сентября. А в школе номер 18 современный ремонт, но проблемы все те же. Кроме отсутствия противопожарной сигнализации, рабочие пользовались запрещенными электроприборами. В подсобных помещениях оголенная проводка и горы легко воспламеняющегося хлама. Именно из-за этих нарушений три недели назад уволили директора. Тут было вказано, как недолики, захарашенность, было прибрано, вывезено предметы, которые не могли бы быть в подвале. В городском управлении образования заявлением спасателей о закрытии школ номер 4 и 18 удивлены. Мол, перед первым сентября существенных замечаний не было. То есть на 1 вересня служба ДСНСС подписала нам эти акты и на тот момент зауважений у нас не было. Действительно, после трагедии в Одессе были переверены и управлением области, и соответствующими службами. Додатково все заклады области, мы также выявили определенные порушения в закладах области. Сейчас в судах управление образования просит дать время до лета, чтобы учебные заведения смогли устранить нарушения. Даже обещают в бюджет следующего года заложить необходимые деньги на установку противопожарной сигнализации, ремонт гидрантов и закупку огнетушителей. Андрей Кровец, Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер, Кропивницкий. Коммунальное ЧП во Львове прорвало. Магистральный водопровод без воды остались 50 тысяч человек. Авария произошла еще в пятницу, но чтобы найти место порыва, ремонтникам пришлось обследовать 70 километров трубы. И обнаружили его в 20 километрах от города. На время ремонта пришлось полностью отключить Личаковский район и город Винники. Людям начали подвозить воду в цистернах. Во Львове доканале сообщают, что ремонт уже завершили. Заполнить систему водой обещают к полуночи. Ни демонтировать, ни отремонтировать в Подольске Одесской области не знают, что делать с мавзолеем Григория Котовского. Исторический памятник разрушается буквально на глазах. Но стоит ли его восстанавливать, местные власти не знают, можно ли похоронить. Останки революционера тоже большой вопрос. В чем загвоздка? Разбирались наши корреспонденты. Григорий Котовский. Противоречивая историческая личность. Для одних герой гражданской войны и бессарабский Робин Гуд. Для других бандит и душитель народных восстаний. После смерти тело Котовского забальзамировали и поместили в мавзолей в центре современного Подольска. До наших дней сохранился лишь склеп с гробом. Внутри останки полководца. Сейчас они завернуты в ткань. А еще недавно выглядели вот так. Вызывая неоднозначную реакцию. Внутри склепа сырость. Грунтовые воды разрушают стены и фундамент. Дверь висит на честном слове. Снаружи разваливается надмогильная плита. Трещины пошли по обелиску. В 2015-м местные власти выделили деньги. На капитальный ремонт сооружения. Но одновременно с этим вступил в силу закон о декоммунизации. Постало питание. Что делать? Чи ремонтировать, чи не ремонтировать. С одной стороны Григорий Котовский как революционер попадает под действие закона о декоммунизации. С другой в законе не сказано ни слова о таких объектах, как склеп-могила. В Подольске разгорелась дискуссия. То ли оставить мемориал как есть, то ли придать останки земле. Можливо я высловлю своё субъективное, свою субъективную думку. То действительно, что за всеми звичиями нашими, за всеми православными нашими канонами, тело, чи остатки, повинны бути захоронены. За разъяснениями местные чиновники обратились в Министерство культуры. Дело в том, что склеп Котовского входит в госреестр недвижимых памятников истории, а значит, неприкосновенен. Поэтому возник вопрос, будет ли этот объект исключён из реестра в связи с декоммунизацией. Переписку с Минкультом местные власти ведут уже два года. Но конкретного ответа так и не получили. Министерство то обещает изучить вопрос на экспертной комиссии, то пускает чиновников собирать документы по второму кругу. Свой запрос в Минкульт направили и мы. Но нам просто продублировали письмо, отправленное ранее жителям Подольска. Что будет с останками Григория Котовского, непонятно. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности. Телеканал Интер. Одесская область. 16 нелегалов обнаружили в одной из одесских квартир. По данным правоохранителей, мигранты попали в Украину из Российской Федерации. Лишь некоторые из них имели при себе паспорта с российскими визами. Остальные же и вовсе были без документов. Сейчас полиции пытаются выйти на организаторов нелегальной перевозки иностранцев. Операция идентификация в Германии разработали программу, которая определяет, из какой страны прибыли беженцы. При помощи анализа речи и даже интонации. Как это работает, расскажет Татьяна Лагунова. Компьютерная технология на службе у миграционных ведомств. В Германии разработали специальную программу, которая позволяет проверить, откуда на самом деле прибыли беженцы. И не врут ли они чиновникам, чтобы получить в стране приют. Программа работает таким образом. Соискателя убежища просят назвать страну и регион, откуда он прибыл. И произнести несколько фраз на арабском. Все это записывают и заносят в базу данных. Программа анализирует интонацию, лексику, акцент и определяет, соответствуют ли языковые характеристики беженца названному региону. Разработчики программы уверяют, она работает практически без сбоев. Но в спорных случаях результат дополнительно перепроверяют лингвисты. Новая технология позволит выявить людей, которые попытаются нас обмануть и получить право на пребывание в стране мошенническим путем. Мы не просим многого и считаем, что люди, которые хотят получить у нас приют, должны назвать свое настоящее имя и родную страну. Обмануть миграционные службы беженцы пытаются нередко. Чаще всего выдают себя за сирийцев, чтобы гарантированно получить убежище в Германии. Только в прошлом году немецкие силовики выявили полторы тысячи переселенцев, которые соврали властям о том, из какой страны приехали на самом деле. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Чтобы помочь детям бойцов АТО и старикам, украинцы в Бельгии устроили благотворительную рождественскую ярмарку. Продавали то, что создали своими руками или привезли из Украины. Видела все и Елена Абрамович. Вышитые открытки и рубашки, бусы из бисера, игрушки из Киева и керамика ручной работы из Закарпатья. Все сделано, если не в Украине, то руками украинцев точно. Ярмарок, антвербинский. Продают украшения и сувениры по европейским ценам. Посетители ярмарки в основном украинцы из диаспоры. Но есть и бельгийцы, которые просто не смогли пройти мимо. Вы что-нибудь знаете об Украине? Нет, ничего. Ну разве что о каких-то фестивалях. Что-нибудь купили? Да, открытку с котиком для мамы. Я купила эти открытки с прекрасными украинскими костюмами просто для себя. Не буду никому слать, повешу на стену. Они очень красивые. Среди посетителей и украинские послы. Глава представительства в Евросоюзе и посол при НАТО. Пришли с женами. Купуем, поддержимаем. Дружина уже купила. Прекрасно, конечно. Прекрасно. Ялиночку, линяну. Какие цены, неважно, подчеркивает посол. Ведь это благотворительная ярмарка. Это ярмарок, в первую очередь, для того, чтобы допомогти украинским детям, украинским воякам, которые тут подекуди перебывают, ликуются. Ну и взагалі, в принципе, це один із засобів віднання українців. Я думаю, що це дуже важливо. Такую ярмарку українці проводят в Бельгії уже четвертый год подряд. Первую організовали во время Евромайдана. Теперь это добрая традиція. Мы каждого року меняем проекти. Цего року мы собираем уже на 2018 рік. Мы собираем гроши для людей похилого веку, которые живут, справді, поза межами бедности. Останнего года мы, например, за тв-учетами купили холодильник до старого дома. Мы собираем гроши на підтримку дівчинки, яка потребує операцію, яка глуха, не чує і потребує имплант. Устраивать такие события – одно удовольствие, уверяют организаторы. А гости подтверждають – приходять сюди уже не первый раз. Мы приходили в прошлом году, нам очень понравилось. Ведь после этого тут будет украинская вечеринка. Так что мы опять пришли. Завершилась ярмарка традиционно украинским застольем с варениками и борщом. Из Антверпена Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». К рождественским праздникам готовятся и в Украине. Многие традиционно вспоминают о благотворительности и о детях-сиротах. Их в стране на сегодня около 70 тысяч. И в интернатах на недостаток подарков для своих воспитанников в этот период вроде бы не жалуются. Вот только, как говорят у Святого Николая, дети просят вовсе не этого. Чего же ждут, выясняла Галина Якушко. Телефон директора Самборской школы-интерната не умолкает. Заправки, мебельные салоны, Красный Крест и студенты. Все предлагают привезти в интернат подарки ко дню Святого Николая. Это Вика. Девочка ждет старших братьев. Они не навещали ее вот уже несколько лет. Но Вика все же надеется их увидеть. Раньше к ней приходила бабушка, но теперь ее не стало. И никто из родных девочку не навещает. Володя живет здесь второй год. Его отца и мать лишили родительских прав. Последний раз мальчика навещали еще осенью. Говорит, иногда хочется погулять по городу, но не с кем. Волонтеры говорят, детям из интернатов больше всего не хватает внимания, а не игрушек. Они имеют очень маленькое коло для общения. Оно и обмежено. И в силу того, что они пребывают в этих условиях, они так же немного закрыты, замкнуты в себе. Мы пытаемся это сгладить. То есть вытягнуть их из той ракушки, в которой они есть, и помогать им общаться. Заталяйся на то, что солнце света, оно не греет. Давай, давай. Она еще несколько раз во время прогулки попросит его надеть перчатки и капюшон. Ее зовут Любовь. Это наставница Михаила. Раз в неделю женщины забирают парня из семейного дома для детей, лишенных родительской опеки. Они гуляют, пекут вместе пироги и созваниваются каждый день. Я не есть мама. Я не буду усыновлять. Я просто как наставник, как друг. Я с ним уже... То есть это уже человек в моей жизни. Программа может закончиться. Все равно это твоя. Потому что детям нужно показывать, как семья, как отношения. И это очень важно, чтобы дитина видела обычный побуд. Общение дает много чего. Потому что бывают часы, когда ты сам сидишь, тебе скучно, не можешь работать. Но ты знаешь, что есть человек, до которой ты можешь подзвонить, и она тебя разрадует. Но пока таких, как Любовь, немного. Во всей Львовской области их около 60. Детей же, требующих внимания, более 4 тысяч. К ним почти никто не приходит. Им не с кем поделиться планами на будущее и ежедневными проблемами. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интер. Львов. Сегодня официально объявили победителя Нобелевской премии мира. Награда досталась международной кампании по уничтожению ядерного оружия. Приз получила исполнительный директор организации норвежка Беатрис Финн. Также на церемонии награждения ВОСЛА присутствовала жительница Японии, которая пережила атомную бомбардировку Хиросимы в 1945-м. Как победить на соревнованиях по ничего не деланию? Во сколько просыпается Дональд Трамп? И что нужно, чтобы Феми достала на сторону бобра? Об этом и не только в нашем обзоре. Спортивные санты в Мадриде устроили рождественский марафон, невзирая на традиционное испанское тепло. 7 тысяч человек в костюмах Санта-Клаусов и эльфов пробежали 5 километров по улицам города. Для создания зимнего колорита пришлось использовать искусственный снег. Участникам необходимо было заплатить небольшой взнос. Часть собранных денег пойдет на нужды онкобольных. А на Тайване провели чемпионат по безделью. 80 человек просидели под палящим солнцем полтора часа и абсолютно ничего не делали. За этим пристально следили судьи. Слоган состязания «Расслабь свой мозг». Такие конкурсы в азиатских странах не редкость. Организаторы хотят напомнить людям, что иногда нужно отстраниться от будничной суеты и найти время для себя. Утро начинается не с кофе. По крайней мере, у Дональда Трампа советники, помощники и друзья американского президента рассказали журналистам о его распорядке. Просыпается глава государства в полшестого и первым делом обновляет твиттер. Потом включает телевизор. Этому занятию уделяют от 4 до 8 часов в день. Подписывать важные документы начинает иногда еще в пижаме. На протяжении дня выпивает больше 10 баночек диетической колы. По выходным играет в гольф, а вечером приглашает гостей на ужин, который состоит из стейка, салатов и мороженого. Необычный аукцион. В Германии с молотка ушел целый поселок. Лот достался анонимному покупателю за 140 тысяч евро. Все селение Альвине – это отрезок дороги, десяток полуразрушенных зданий и участок леса. Население – два десятка пенсионеров. Местная фабрика закрыта уже больше 20 лет. Ей и раньше принадлежало все имущество. Поэтому власть продает его в надежде на частных инвесторов. 6 миллионов китайских игрушек и рождественских украшений арестовала итальянская полиция. Правоохранители говорят, они не соответствуют требованиям безопасности. Содержат токсичные вещества и сделаны из хрупкой пластмассы, опасной для детей. Копы нагрянули сразу на несколько складов игрушек в Риме. Изъяли продукцию на сумму около 10 миллионов евро. Правосудие на стороне бобров. В Дании мужчина подал в суд на защитников природы из-за того, что грызуны испортили его имущество. И проиграл. Также Фемида обязала его погасить судебные издержки. При этом Агентство по охране окружающей среды уже возместило ущерб, нанесенный бобрами истцу. Сенсационная находка в Египте. Археологи обнаружили две гробницы, которым 3,5 тысячи лет. В одной усыпальнице нашли мумию. Ученые предполагают, это забальзамированное тело высокопоставленного чиновника. На потолке гробницы обнаружили герб фараона Тутмоса I. Другой склеп украшен надписями и древними рисунками. Внутри обеих гробниц археологи нашли статую, глиняную посуду и деревянные погребальные маски. Ученые говорят, такая находка – это большая удача. Еще одна медаль украинских биатлонисток на этапе Кубка мира. На этот раз они завоевали серебро в Австрии. Почти всю эстафету украинки шли в группе лидеров. В итоге опередили сильных француженок. От победителя сборной Германии отстали на 50 секунд. Зато стали лучшими в стрельбе. Серебряные призерки – это Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Петгрушная. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова